Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш Мукбанк-канал! Ох, сегодня как у нас вкусно! Вы только посмотрите, как это выглядит! С куриными голенями у нас сегодня плов. Очень вкусный и необычный плов. Необычен он тем, что готовится просто на раз-два. Наше участие, вот в данном случае моё личное участие в приготовлении этого плова, было, ну, на протяжении, может быть, 15-20 минут всё. Потом сложила как конструктор. Аналог дамлямы, только чуть-чуть больше времени тратишь на то, что... Хотя нет, в дамляме же надо ещё овощи почистить, а здесь же что, рис помыть только. Так что это блюдо-палочка-выручалочка, аналог дамлямы. Собрал как конструктор, закинул в духовку и забыл. Рецепт оставим внизу в описании под этим видео. И ещё вон та капуста маринованная, острая. Рецепт на капусту и рецепт на этот замечательный плов мы вам оставим внизу в описании под этим видео. Переходите на наш основной кулинарный канал, готовьте вместе с нами и кушайте тоже вместе с нами. Всем желаем приятного аппетита! Также у меня передо мной лук с зеленью, с уксусом. Всё это по вкусу, зелень и уксус. А с Алексея стороны маслины. Тоже по вкусу. Тоже по вкусу, да. А пьём мы сегодня, друзья мои, зелёный ароматный чай с лемонграссом, корицей и имбирём. Это уже всё в составе чая было. То есть мы отдельно ничего не добавляли. Просто вот засыпали заварку, залили кипятком и налили себе вот в такие немаленькие стаканчики, баночки. Вот, я знаю, что плов узбеки кушают с зелёным чаем, поэтому сегодня у нас зелёный чай с лемонграссом. А чай такой мы купили, когда были в Лазаревском. Да. Давайте пробовать, Алексей, бери. Что берать? Куру брать? Что-нибудь бери. Беру куру. Кура так вкусно пахнет. Вот эти специи, наверное, которые ты мазала куру, они прям так... Да, я добавляла специи для курицы. Так, плов. Не хочет Алексей себе класть? Положу-ка я. Положу-ка. Красивый какой плов. Друзья мои, готовьте. Это рецепт находка. Находка. Я увеличила все ингредиенты вдвое и не пожалела. Очень вкусно. И соотношение, кстати, воды и риса. Самое-самое идеальное. Ну как, Алексей? Вкусные ноги. Ну, ноги мягкие. Приятно кушать. Они ароматные. Посыпаны специями, да? Угу. Какое же счастье, что ко мне вернулось обоняние. Друзья мои, сказать, что это вкусно, ничего не сказать. Это очень вкусно. Я очень люблю чеснок. Сейчас попробую чеснок. Вы знаете, чеснок получился. Обычно в плове он такой мягкий-мягкий, такой как пюрешечка, да? А здесь он уже не острый, но он не мягкий. Он получился аль денте. Так прикольно. Мне больше нравится вот когда аль денте. Сейчас мы отведаем аль денте. Запах пропаренного чеснока. Хрустящего. Это очень вкусно. Ложечки предлагаешь. Обалденное объедение. Ммм, да. Да, аль денте? Угу. Очень вкусно. А можно было подольше погонять? Куда дольше. Что с рисом тогда будет? Угу. Или так полтора часа гоняло. Угу. Вкуснятина. Мне очень нравится. А еще мне нравится, что он готовится легко. Не надо следить, когда там вода испарится. Ммм. Колечки мои любимые. Вкусненькие. С уксусом. Ммм. Вкусно? А кинзушкой, по-моему, да? Угу. Угу. Так люди кинзу не любят, да? Вообще не понимая их. Ну вот. Я вот сколько в детстве помню, всегда кинза была. Но есть люди, которые обожают тыкву. И могут то же самое сказать. Как люди тыкву пареную не любят? Ну это да. Я знаю, кто вот в деревнях, вот таких, в чайской местности, так скажем, жил. Жили, живут. Любят тыкву. Я знаю, что прям... Некоторые столько тыквы сажают. Прям. Помнишь, один год я домой привалок тыкву? Угу. Я ее всю на самцу угнала. Мужик мне свет делал в гараже. Его изначально не было. И он там проводил электрикон, короче, штатный. Сказали к нему, иди, он все сделает. Ну и он там с ним провел все. Говорит, а никому, говорит, там у всех спрашивать не нужна, говорит, тыква. А то я, говорит, в этом году многовато выросил. Говорю, мне нужна. Алексей ее не любит, но Алексею она нужна. Я знаю, что с тыквой самцу можно приготовить. Угу. Мне нужна. Доделали все, пойдем. Приходим, и у него в гараже вставить прицеп с тыквой. Гора. На полу тыква, гора. И говорит, еще, говорит, на даче у меня тыквы целая куча. Тоже, говорит, надо привезти ее куда-то деть. И говорит, я много сажаю, а в этом году что-то, говорит, перестарались. Угу. И такая, знаете, внешняя оранжевого цвета такая, красивенькая. Угу. Большая. Угу. Я знаю, что у нас многие любят, вот, где родители живут, сажать тыква дыню. Она выглядит как тыква, а на вкус сладкая. Конечно, не такая, как дыня, но сладкая. Уже слаще, чем дыня, чем тыква. Чем обычная. Угу. И просто парят ее и едят. Угу. Как вот бывает, яблоки в духовке готовят. Вот так же племянная тыква. Да, у меня мама любит пареную тыкву. Угу. Я к ней так. У меня бабушка любила, но, на мой взгляд, она так же любила, как дедушка любила эти куриные ножки. Ха-ха-ха. Потому что... Ну, она, правда, отцу заказывала постоянно, говорит. Так, да, на мою долю посади там несколько тыковок, я буду кушать. Но она, правда, это была еще сахарница. Вот. Она все время была на таблетках. Она никогда на инсулине не была, по-моему, до конца. Вот. И это самое. Она придерживалась диеты. То есть она кушала творог, гречу, такое сладкое. Почти не кушала. Но единственное, она, когда готовила эти, пироги нам приготовит. И один скушает. И потом с него... Я не очень хорошо с этого пирога. Но один попробовать обязательно. Понятно. Таки, пирожок. Что, мясо не взял? Бери. Стесняюсь, сижу. Стесняешься? Меня? Или зрителей? Ага. Ха-ха-ха. Очень вкусно. Очень достойный плов. Прям я теперь, наверное, только так буду готовить. Единственное, что форму, наверное, надо побольше, да? А то немножко пролила. Или продуктов поменьше. Но продуктов поменьше не хотелось бы, да? Ну да. Как мне Миша знаешь, что сказал? Мама, надо было готовить три порции. Почему три? Ну, одну вы бы на мукбанге съели. Одну бы мы с Олегом съели. А одна бы осталась про запас. Логично. Вот эта вещь вкусная. Да, нравится тебе? Сегодня все вещи вкусные. Сегодня все вещи вкусные. По-моему, всегда все вещи вкусные, нет? Угу. Вообще, какое самое вкусное блюдо, которое ты кушала в жизни? Ммм. В жизни. Ну, я вот, например, как-то один раз плов кушал. Ну, такой удачный был. Сегодня? Не плов, а шашлык. Шашлык. Все мысли о плове. Такой шашлык был прям вообще суперный. А, кстати, неплохие шашлыки были в Лазаревском, когда мы, помнишь, на набережную ходили. Дорого, но вкусно. Ну, мягко было. Нормально, да. Ну, такие еще куски богатые, да, у них? Угу. Ну, не специально, чтобы побольше продать, тоже, в принципе. Ну, да. Понимая их. Логика в этом есть. Да. Вот этими маленькими этими штучками. А это, наверное, что-нибудь поднакрыли крышечкой, чтобы он подтомился там. Ммм. Вкусно? Очень вкусно. Угу. Помню, когда был малой, мы в Баку, когда приезжали, нас постоянно угощали дикой уткой. Называли все ее Кашкалдак. Угу. Вот. Сначала, там, первый раз я ее вообще не оценил. Как, знаете, как первый раз, когда маслины кушаешь. Угу. Кто-то писал. Угу. Читал? Что маслины, говорит, вообще не поняла. Думала, как виноград, а когда откусила, говорит, чуть не этот. Это вам еще повезло. А не бывает, знаете, какие такие еще, кислые бывают маслины. Ну да. Когда маленькие берешь, еще их от кости не отдерешь бывает. Вот что, большие, хорошие. Они такие крупные, прям мясистые. Прям с удовольствием кушаешь. Угу. А я помню, один раз мы пошли в ресторан. Студентами были, а у друга день рождения. И нам принесли какое-то блюдо, там, мясо какое-то заказали. И каждому насыпали прям по много этих маслин. Мы каждый по одной съели, обплевались. Все остальное смолотили и хотели уходить. А друг говорит, слушай, говорит, у нас там есть друг, там один какой, Сережа. Он говорит, обожает маслины. Давай, говорит, ему соберем. Короче, он мясат не увидал, но маслин мы привлокли ему целый кулек такой большой из бумаги. Достали, из ватмана скрутили. Мы все чучением много занимались в процессе обучения. Короче, этот, привлокли ему целый кулек. Он такой, маслины прям. Давай их есть. Мы вообще, ну как инопланетяне на его смотрели. Но они очень полезные. Полезные, да. Где-то читал, что даже косточки можно глотать. Ммм, да? Как кидил. Как кидиловые. Ну, типа того. Но от этих крупных маслин если глотать будешь, еще это день застрянет в этом, в пищеволе. Ну да. Это как оливковое масло полезное. Угу. Как же и маслины. Одно из другого делается. Угу. А сколько лет мы не ели авокадо? Не понимали сначала. Ага. У меня коллега на работе пошел в магазин, купился на обед пару авокадо. Угощает меня. Я говорю, да бог, что вы, не буду ять есть. Ха-ха-ха. Он такой, похоже, ой, попробуй понравится. Не буду. Он такой еще, говорит, обычно в твоем возрасте уже авокадо нравится. Ха-ха-ха. А он немного старше меня, Вова Жуков. Угу. Ну, говорит, попробуй, я не стал. Потом мы были в Турции, там женщины прям пакетами набирали этот авокадо. Он там, может, еще дешевый был? Да. Его на входе просто бабушки садились и видно, что, наверное, за место не платили, просто сели там на какую-то картоночку или просто пакет положили и авокадо просто продали и ушли. И прям народ на них о, авокадо, авокадо, хотим, хотим. Прямо быстро разбирали. А мы все и ходили, смотрели на них. Какие-то странные люди авокадо кушают. Угу. И потом мы следующей зимой попробовали, такие, ох, что же мы делаем? как у меня коллега был. Он уже пенсионер. Он рассказывал, у него трое детей, сколько-то внуков уже много. В каком-то там однотысячелохматом году он жил с дедушкой в этом, в Сибири, ну, в лесу где-то. А потом дедушка умер, его забрала сестра. Ммм. Взяла, говорит, мне купил лимонад. Я, говорит, стал пить его, а газа много. И он, говорит, у меня из носа выскочил. Ммм. И все, я, говорит, мне так не понравился он. А мне было, говорит, там лет шесть, может, там. Дошкольник, короче. И я, говорит, его не пил. Пока, говорит, уже дети не выросли, мне, говорит, да попробуй. Да не буду я. Невкусно это. Противно. Я, говорит, глоточек сделал. Оказывается, он такой вкусный. Вот это я, говорит, дурак. Столько лет не пил лимонад. А я слышала. Потом также дыню тоже он. Ребенок какой-то на лимонад, говорит, колючий, колючий, невкусный. Да, да, да. Он, если сильно газированный, он прям в нос ширяет. Я знаю человека, который специально вот эти вот газовые, сильно газированные напитки берет и вот так вот размешивает ложечкой сильно-сильно-сильно, чтобы все это вышло. Одна моя знакомая это с шампанским делала. Когда наливали шампанское, она пила только шампанское, по-моему, и потом сидела, колдобачила его, чтобы вышли газы, потом только пила его. Бери вино, полусладкое, и пей. Ну. А может, тебе только нравится шампанское, но чтобы эти газы не вышли ниоткуда, из другого места. Она их заранее выпускала. интересная, конечно, идея. Как ты говоришь обычно, приятно аппетитово. Да. Не знаю, не знаю. Что там еще у него могло быть? А еще пробовала шампанское с клубничкой или шоколадочкой. Прямо в бокал бросать. Вот, надо попробовать. У нас есть шампанское, нет? Есть. Надо попробовать. Пойдем купим клубники. А на шоколад есть? Шоколад есть уже. Берешь прям. Ну, что будет? Его бросаешь, когда ну, это и другое шампанское. Угу. Он такой еще облепленный сразу становится этими пузырьками. Пузырьками. Пузырьками, но. И ты, когда шампанское пьешь, выпиваешь, тебе этот такой весь пузыристый падает в рот клубничкой или шоколадочкой. Угу. Вот. И ты кушаешь потом, и прям приятно во рту. Понятно. И говорят, что вот именно шампанское с клубникой или шампанское с шоколадом прям особенно приятный вкус дает. Вот так вот. Ничего себе. Надо пробовать. Одна слова не поверишь. Не. Ха-ха-ха. Надо проверять. Да. Как там анекдот, когда ищешь пульт пропадает доверие к людям. В смысле? Ну, где пульт? Не видал? Не, не видал. А под тобой нету? Нету. А ну, встань. Сейчас так же все все говорят. Ага. Ой. Еще никто не поверил и сказал, а, ну ладно, пойду в другом месте поищу. Всегда говорят, ну встань. Слушайте, друзья мои, что я вам хочу сказать. В меру все-все-все специи в меру, соли все хорошо пропеклось, пропарилось при 240 градусах полтора часа. Ну, все было под фольгой, все было изначально в безопасности в плане, что то, что не сгорит блюдо, это я знала точно 100%. Вот. Но я думаю, что опять-таки духовки у всех разные. Например, у тети духовка такая, что мне кажется, при 240 градусах у нее здесь будет просто сплошное пюре. Вот. Поэтому смотрите, ориентируйтесь по своей духовке. У меня стандартная обыкновенная духовка и в ней при 240 градусах полтора часа самое идеальное время. Единственное, что вот я говорю, чеснок аль денте получился. А так ножки все, хрящики сгрызаются. Ну, морковь не могла быть не мягкой, потому что изначально я ее жарила в сковороде. Вот. Рис тоже мягкий, весь пропаренный, хороший. Вкусно, да. Очень вкусно, очень. Прям рецепт находка. И видишь, как я уже своим опытным взглядом в рецепте не было написано, сколько там миллилитров растительного масла. Но я знаю точно, что на 750 грамм риса нужно 150 миллилитров растительного масла. Ты видишь на тарелке? Посмотрите на тарелке. Все идеально прям. Прям идеальное масло, да? Оно не плавает в масле, а оно прям вот четко все получилось. Питалось все. Да. Ой, как же хорошо, что у тебя жена кулинар. Ой, не говори. Так повезло. А ты? Рада, что у тебя... Ну, мне самой нравится. Да, друзья, во-первых, постоянно пробуешь что-то новое, экспериментируешь. А во-вторых, иногда находишь настолько вообще шедевральные, настолько уникальные рецепты, что прям вот в свою копилку бросаешь и регулярно потом их начинаешь готовить. Я думаю, что этот плов один из этих рецептов. Да? Угу. Это в раздел ленивые. Ленивые голубцы, ленивые. Да, да, да. Кстати, домома у нас тоже в ленивом? Тоже раздел ленивые. Не помню. Все сложил, поставил и забыл. Вот то же самое с пловом, только здесь вот, ну, надо предварительно обжарить лук и морковку. Все. Вот так опять-таки все сложил. Даже видишь, эти специи все в этом растворил, в кипятке, кипятком залил и забыл. Все. Вообще, я в восторге от рецепта. Круто. Ты попал на YouTube. Значит, будет у нас скоро плов чаще, да? Ну, куда уж чаще. Я все равно готовлю какие-то блюда. Мне надо новые готовить для кулинарного канала, а их надо есть. Да. Тебе положить еще? Не. Я уже на это, я сейчас еще обопьюсь и лопну. Как в мультике было обожруйся и помру молодым. Мартенко такой мультик был. Классный. Да. Их, друзья, хорошо сидим. Мы уже даже, по-моему, вот я, например, уже даже не мысли, что мы будем без камеры, без разговоров со зрителями трапезничать. Да, одна зрительница Елена. Столько анекдотов хороших присылает. Леночка, спасибо огромное. Что, не успеваем мы их читать. Сегодня даже, по-моему, какое-то приходило. Мне тоже. Иногда я копирую и сохраняю. Иногда Алексея. Я Алексею в этом отправила в WhatsApp. Читал? Нет еще. Ты свой ищешь? Да, да. А то я могу свой найти. Бежала за маршрутку и упала прямо в лужу. А мужчина подходит, говорит, спрашивает, что, решили вплавь быстрее? А я сохранила рецепт, господи, анекдот Елены. Бабушка заходит в поликлинику. Ей навстречу молодой врач. Она, сынок, как пройти к глазнику? Он, вторая дверь направо, только не глазник, а окулист. Она, сынок, а как пройти к ушнику? Он, налево и первая дверь, только не ушник, а отоларинголог. Она, сынок, а ты ж кто будешь? Он, не знаю, бабушка, как по-вашему, но по-нашему я гинеколог. Вышли с работы врачи и там такие выражают свои эмоции увиденному. И такой один врач говорит, классно, какая замечательная погода, туда-сюда, педиатр и кто он. А другой гинеколог говорит, да, и лица, 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 лица. А ещё про поликлинику. А третий патолого натом говорит, да, все живые, 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 живые. А ещё про поликлинику заходит, короче, бабушка в кабинет к доктору, доктор говорит, бабушка Фио, она, что? я решила рассказать. Он говорит, Фио, не понимаю, что, говорит, надо, ну, бабушка не поймёт, что доктор хочет. Бабушка, ваша фамилия, имя, отчество. Скажем на Фио. Ну, тогда хуя, доктор, что? Ну, как что, Харитонова Ульяна Яковлевна? Да, у нас была коллега, её звали Ульяна, точно, отчество у неё было не Яковлевна и не Харитонова она была, но мы её строго звали Ульяна Яковлевна, по-другому никак она у нас не называлась. Она такая строгая, ещё такая, всё, не понимала, что мы сюда смеёмся, когда называем Ульяна Яковлевна, и почему Ульякальна, собственно. Прикол. Ладно, будем заканчивать. Вкусный чай, тебе понравился? Ага, классно. Обалденный чай вообще. Мы когда были на экскурсии, мы вообще стараемся на всяких там экскурсиях, где разводят, экскурсия с шубами, да, там, с постельным бельём, с золотом, с бриллиантами. С лабостью, да, бриллиантами. Да, мы стараемся нигде в таких местах ничего не покупать. И здесь была экскурсия чая, нам, чай зелёный, чай там, чёрный, с какими-то там элитными сортами лепесточков, чего-то там, чего-то, каркаде нас угощали. Ну, то есть, я Алексею сразу на ушко шепнула, ты знаешь, что я тебе хочу сказать, говорю, чёрный, зелёный, каркаде, мы всё это в Москве найдём, но вот этот лемонграсс в Москве мы не найдём, давай, говорю, брать лемонграсс, хотя мы не покупаем ничего на таких экскурсиях, но лемонграсс мы купили и не пожалели. Да, я уже не помню, какую сумму отдали, естественно, это, скорее всего, раза в три завышенная сумма, но оно того стоит. Вкусный, да, чай такой. Прям хоть это, иди ищи этот лемонграсс и сам мешает тебе, да? С лемонграссом, я уже на влоговом канале говорила, зрителям мы познакомились с Алексеем с лемонграссом во Вьетнаме в 2019 году, и нам он сразу понравился, да? А что там было с лемонграссом? Травка, ну, этот, как его, куда-то добавляли, этот лемонграсс, фобо, по-моему, нет? А, может быть, да, кстати. Ну, это такая травка, она очень-очень такая, ядрёная, чем-то напоминает что-то между лаймом, мятой, что-то вот такое, короче. Ну, да, собственно, название-то у неё лемонграсс, типа это, лемон, с лимоном точно что-то связано, с цитрусами. Давай заканчивать видео, будем кормить детей ещё, плова, как видите, вуалом, ещё хватит на завтра, я думаю, хотя завтра я другой рецепт планировала, ну, что ж поделать, будем доедать тогда в течение нескольких дней. Будем, будем мучиться. Ну, а это видео будем заканчивать, если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. И комментарий какой-нибудь хороший напишите, или анекдот. Нам очень приятно с вами общаться, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, приходите ещё, увидимся снова. Пока-пока.